Можно было даже не брать всех наших животных и спокойненько приручать, то есть нас стреливать, не приручать, пардон. Вау, смотри какая скорость у дельфина. Всем привет, меня зовут Александр и мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolve. И в этом выпуске я хочу притаймить несколько хороших, высокоуровневых мозазавриков, потому что у меня есть всё-таки цель приручить Тоса Теутиса, потому что в соло это действительно сделать довольно-таки сложно, там целая система, вы сами прекрасно об этом всём знаете. Я этого никогда не пытался сделать, в соло, то есть по-честному. Ну, так что я скачусь в этом выживании, это обязательно провернуть. Так что нам с вами нужны мозазаврики, ну можно в принципе и плезиозавриков мощных, но мне кажется с мозазаврами будет попроще. Так что отправляемся сейчас с вами их искать. И кстати, я совершенно забыл, что в патче 2.5.8 у нас добавили вот такие гарпунные ружьи, и теперь у нас есть с вами траквилизирующие гарпуны, и при помощи них можно тоже усыплять. Я думаю, что этого нам с вами должно хватить. Ты посмотри, у нас прямо кит здесь тусит. А ты чё здесь забыл? Эй! Китяра, ты чё здесь забыл? Он прям ждёт, когда я построю себе плод и выплыву отсюда. Ну ладно, ладно, посмотрим. Посмотрим, кто из нас победит. Давайте быстренько отденем с вами маску. Я себе про запас сразу сделал несколько водолазных костюмов, то есть, так скажем, баллонов с кислородом, можно это так скорее всего назвать, потому что на самом деле надоело плавать туда-сюда и чинить эти баллоны. И если не ошибаюсь, у нас с вами есть несколько точек респауна Мазазавров. Первая точка у нас с вами находится чуть-чуть левее от меня. Блин, очень плохо здесь видно карту, вот так вот может быть будет получше. Первая точка чуть-чуть левее находится от меня, вторая точка прямо под пальцами. И третья точка, где как раз должно быть много Мазазавров, правый верхний угол, то есть северо-восток карты. Так что я предлагаю сейчас проплыть все абсолютно точки, вон я уже Мазазавра вижу. Я уже вижу Мазазаврика. Здесь, как помните, у нас где-то Альфач был, но это я думаю, что не он. Нет, самец 50-й, давайте загрызем. Такой нам образец не нужен. Нам нужно все, что выше 135-го уровня, 140-го, что-то типа того. Такие маленькие нам не нужны, их сгрызаем, чтобы респаунились новые. Вон, смотрите, еще один. Вот, Альфа 55-й. Блин, на Альфу лучше сейчас не нарываться. На Альфу лучше сейчас не нарываться. Вот если бы у меня был Мазазаврик, мощный, раскачанный, потому что сейчас у моего Презазавра всего 37 тысяч жизней, но, как видели, они просили до 26 тысяч. То есть, на самом деле, его не помешало бы отличить. Зараза, крутится, вертится, очень сложно в него попасть. Нужно, 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 давай. Есть, отлично, все, стой. Замечательно, убиваем. Куда ты поплыл, а? Вот хитрец. Пытается в хвост зайти, чтобы я не мог его достать. Знает, что у меня только спереди фронтальную атаку. И очень с таким маленьким радиусом, на самом деле. Во, нормально, вот так и стой. Отлично. Там еще зачем-то дельфин ко мне плывет. Дельфинята, ихтиазаврики, зачем вы сюда приплыли? Ну зачем? Эх, господи, господи. Ладно, давайте прокачивать здоровье. Ну вот, приплыли просто посмотреть, я их случайно из-за этого убил. Ладно, поплыли, следующего Мазазавра искать. Где-то вот левее должен быть респаун еще один. И все остальное у нас будет находиться справа по карте. Сейчас попытаемся найти и приручить. Есть, бинго. Отлично, нашли. Причем находимся мы именно там, где я и сказал, под пальцами. Так, что же мы с тобой сейчас будем делать? Она, по идее, очень сильная. Она, по идее, очень сильная, но не очень быстрая. Так, туда мы не пойдем. Книдарии нас оглушат. И скинут просто-напросто с плезиозавром. Во, отлично, давай. Агрессивно плезиозаврика. Только не на меня. Не на меня не надо. Отлично. Черт, промазали опять. Есть, попал. Где плезио? Вон он. А, ты посмотри, какая фишка. Плезиозавр за мной следует. И тем самым... Прикольно, прикольно, прикольно получается на самом деле. Мы можем сейчас спокойненько этого мазазаврика усыпить. Всего по 40 урон наносит. Блин, нормальное бы седло нам. А, кстати, на мазазавра-то у меня должно быть нормальное седло. Ну, как минимум, как минимум, оно вроде фиолетовое было. В шкафу надо поискать. Тихо, тихо, спокойно. Нет, атаковать не надо. Мадам, а вы куда? Вернитесь. Кстати, если не ошибаясь, гарпуны потом можно из нее вытащить и использовать повторно. Эй, плезиозаврик, ты чего? Давай-ка ты поведение будешь не следовать. А то ты мне всю малину портишь. И что у меня происходит по броне-то, секунду? Да, кислород заканчивается. Она мне все сломала. Давайте одеваем. Одеваем кислородный баллон. И за ней в погоню. Стой, стой. О, дунглиосты здесь еще. Здесь еще и дунглиосты, чек. Самет 150-й, вау. Шикарно, народ, шикарно, шикарно. Тихо, тихо, тихо. Меня-то за что? Меня за что? Хорошо, что они добавили теперь вот эти вот зеленые лучи, которые реально помогают найти свой трупик. Поплыли быстренько. У нас базилозаврик под рукой был. Секунду. Взять все. Какого они там уровня? 135-я. Сотый. Ну, блин, сотый это маленький. Хорошо. Ладно. Давай настреливать. У нас с вами электричка под рукой есть. Все путем. Давай настреливать. Как думаете, базилозавр выдержит? Я даже не знаю. Но вроде там не очень большой урон-то по нему входит. Все по 66. Здесь где-то еще дунглиосты был. Нужно будет еще его приручить. Вот этот сотый. Я не знаю, нужен мне. Нет, сотый это слишком маленький. Мы его сгрызем. Сотого сгрызем. Ух, как-то прям вот гарпун туда жестко так заходит. Смотрите, с усилием. Прям жесть. Черт бы их подрал. Вы посмотрите, сколько у него там торпора. Ну, как у рексов, как у всяких гигантов, скорее всего, очень-очень много. Потому что это все-таки одни из самых сильных подводных животных. Морских. Да, базилозавр умер. Эх, базилозаврик, базилозаврик. Самочка 135-я. Самет сотый. Давайте самца забьем. Так, самца загрызли. Тихо, спокойно. На, вот тебе хвост. А я отплыву подальше. Тихо, 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 тихо. Меня только трогать не надо. За что меня-то? Ребят, век живи, век учись. У нас можно с наших дельфинов, оказывается, стрелять. Я не знал. Обалдеть, я об этом не знал. Ну, как-то вот пропустил эту информацию. Вообще, очень мало в море плавал в арке. Мало вообще, практически никогда не приручал морских динозавров. Поэтому для меня в этом выживании это так важно. Поэтому я в этом выживании так много занимаюсь. Но это на самом деле прикольно. Мы можем стрелять с дельфинов. То есть, можно было даже не брать всех наших животных и спокойненько приручать. То есть, нас стреливать не приручать, пардон. Вау, смотри, какая скорость у дельфина. Почти как у... Почти как у этого транквилизирующего дротика. Точнее, гарпуна. Я сделал себе еще одно ружье, еще гарпуны. Где, кстати, мой труп? Где мой труп? Сыпай, зараза. Когда мы умерли, нас откинуло туда. Здесь зона выгрузилась из памяти. И они перестали сражаться. То есть, они стали сражаться, когда я только к ним подплыл. Так что, вот все это время электричка не получала урона. Мы это уже проходили. Помните, у меня в одном из выпусков Аргентавис не умирал. И умер только, когда я туда подлетел. Он умер только, когда я туда подлетел. Тогда я его ледяная виверна забила. Это было в одном из первых выпусков, если не ошибаюсь. Давай. Может быть уснет. Три дротика осталось. Два дротика. Какие дротики это, гарпуны. Последний гарпун. Труп где-то вот там. Труп где-то вот тут вот. Здесь еще гарпуны. Здесь еще кислородные баллоны, гарпуны. 37 гарпунов. На. Ромео, стой. Дай-ка на тебя сяду. Нормально. Продолжаем настреливать. Так. Что происходит? Она засыпает? Я надеюсь, что она засыпает. Надеюсь, что она засыпает. Давай-давай, гоним ее. Гоним ее, гоним, гоним, гоним. Ху-ху. Смотри, догнали дротика. Он все равно попал. В смысле, гарпун. Класс. Просто супер. А, дельфины. Блин, ихтиозаврики. Это просто вау. Классно. Как это удобно. Как это прикольно. Тихоспокуха. Сломалось. Ружье не страшно. У меня есть еще одно. У меня есть еще одно. Еще один мозазавр. Еще один мозазавр. Черт побери. Тихо. Спокуха. Надеюсь, что тот просто на меня не согрится. Куда ты плывешь, зараза, а? Стой. Куда ты плывешь? Плывешь там к Недаре. Ну-ка плыви за мной. Есть. 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 Отлично. Отлично. Давайте оттаскивать от него их. То есть, потому что у нас, смотрите, там еще один мозазавр. Какого уровня? 20-го. Самец. Маленький. Просто оттаскиваем. Просто оттаскиваем. Давай, давай за мной. Не нужно там тусить. Базилозаврик у нас вот там. Давайте съедим отсюда мясо. А вещички... Где сумка? Сумка не отзади спаунилась? Да ну тебя нафиг, а? Так. Электричка. Стоп. Успею. Успел. Успел. Жизнь еще, как видите, дофигища. Он 20-го уровня. Мы сейчас быстро загрызем. Это не страшно. Жизни у нас еще много. Главное, чтобы мне Ромео не загрызли. Не тронь моего Ромео. Сволочь такая. На, на, на. Не тронь моего дельфинчика. Не тронь его. Тихо, спакуха. Мне показалось, что там акула еще плывет. Но вроде нет. Так, давай мы тебя заберем немного рыбки. Перекинем в Ромео. Ух, сколько я всего накрафтил. Приказать поведение. Следовать за мной. Поплыли, смотри, что с ним. Блин. Один единственный гарпун остался. Как всегда, все по-голливудски. Все по-голливудски. Вон он. Так, нужно немножечко повыше приподнять нашего базилозавра, чтобы он не получал урон. Вот здесь вот, я думаю, будет нормально. Здесь уже не получает урон, да? Да, здесь лечится. Ну, посмотрите, с какой скоростью базилозавры лечится. Это просто супер. Просто невероятно. Так. Ромео. У тебя как дела? У тебя не очень дела. Тебя продамажили. Я понял. Тебя нужно отличить. И давайте все-таки глянем, какие там статистики. Ого, у тебя проседает оглушение. Понятно, почему я не мог тебя усыпить. Да, смотрите, как оглушение усыпется. Плюс оглушение 27 тысяч. Ху-ху. Я мало взял наркотиков, да? Ну ладно, Ромео очень быстрый. Мы туда-сюда слетаем просто со скоростью света. Здоровье 11300. 245 урон. Вау. Классно. 11300 здоровья. Я представляю, как ее можно будет раскачать. Это же будет просто шикарно. Давайте все-таки поищем. Может быть здесь осталась сумка? У меня, конечно, металл есть, чтобы новую винтовку сделать. Потому что там винтовка лежала. У меня есть металл, чтобы сделать новую винтовку. Но желательно не делать. Желательно просто сейчас подобрать сумку. Нет, нету сумки. Все, исчезла. Вон там только мой труп остался лежать и все. Ладно. Ладно, ничего страшного. Скрафчу новое. Сейчас гоняю быстренько домой за наркотиками. И вернусь сюда. И нужно немножечко, я не знаю, там, починиться что ли. Потому что это просто жесть. Ужас какой-то. Смотрите. Все раздолбали. Просто все раздолбали. Итак, ну что ж. Пока здесь у нас с вами спит наш мозазавр. Самочка мозазавра. Помните? Мы с вами только что видели там 150-го Дунклеастея. Так, я сгонял туда-обратно. Я забыл сюда вот это положить. Вот это, наверное, вот сюда вот так положим. Кстати, это можно быстренько перезарядить на всякий пожарный. Так. Господи, долго очень перезаряжает. Так обидно. На Дунклеастея понадобится 139 попаданий. У меня 150. У меня 150. В принципе, можно скрафтить еще будет. Но тогда придется чуть ли не все по новой делать. Где-то он здесь был. Надо было больше сделать. Чего я как-то... Я сначала сделал, поплыл, а потом только открыл Дододекс и начал... Вам жарко? Ага, понятно. Потом только открыл Дододекс и начал смотреть, сколько там с чего нужно. Кстати, здесь такое ощущение, что разлом как будто бы разлом Виверн, да? Но просто здесь застывший. И большое количество обсидиана, кстати. Он где-то здесь был. Давайте отключим пока что. Гарпун. Где-то он здесь был. Акула, акула, скат. Мне интересно. Вон он он. Вон он он, вон он он, вон он он. Отлично. Кстати, так высоко можно даже с поверхности, наверное, будет настреливать. Ну ладно. Фишка в том, что он, по идее, нас не должен атаковать. Как видите, он просто разворачивается и уплывает. Но наша задача теперь его настреливать. Да, кстати, блин, на ихтиозавре это мега удобно. Главное, чтобы сейчас никакая акула или мозазавра здесь снова не заспаунился и не стали меня атаковать. Потому что это будет очень и очень неприятно. Броня у Дунглеастеев, конечно, просто нереальнейшая. Давай, давай, давай. Главное не промахиваться. Все. На самом деле это будет просто, но нужно быть очень внимательным. Стрелять очень четко, не промахиваться. Там что-то непонятное плавает. Это непонятное, это на самом деле электрические угри. И к ним лучше вообще не подплывать. Так что сторонкой. Потому что они нам сейчас зададут жару. Тихо. И настреливаем, настреливаем, настреливаем. Нон-стопиком. Глядишь, может мы сейчас даже мозазавру подведем. Вот это будет круто. Они на меня согрелись? Они на меня согрелись, я понял. Они на меня согрелись. Да что такое-то? Отстаньте от меня. Эй. Ты специально к ним приплыл, да? Я знаю, ты специально к ним приплыл. Я знаю тебя. Хитрое бестие. Специально к ним приплыл. Ладно, отплывем подальше. Аааа. Плывем, 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 плывем. Они слишком близко. Они, конечно, слишком близко ко мне. Слишком близко. Вон они. А тут у тебя стоячек. Вот. Зачем ты к ним приплыл, а? Думал, они тебе помогут. Нет, не помогут. Надеюсь, они просто-напросто отстанут. Ау, не отстали. Плывем, 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 милый. Плывем, плывем отсюда, плывем. Вырывайся, вырывайся. Еще секунда. Все, погнали. Не отстали они, не отстали от меня. Я все понял. Они от меня не отстали. Очень плохой обзор. Что? Надеюсь, что теперь отстали. Вон там акула. Да иди ты нафиг, акула. Ну что ж, я думаю, что это уже последние гарпуны. Он вот-вот должен заснуть. Он вот-вот должен заснуть. По идее, я практически не промахивался. Ну, может быть, несколько раз. Пару раз отплывал от него, потому что там электрические вот эти угри на нас нападали. Точнее, на меня с моим дельфинчиком. На него-то никто не нападает, я смотрю. Ему хорошо. Давай, засыпай. Вон угри опять плавают. Мы к ним вернулись. Соседство жесткое просто. Просто нереальнейшее. Я бы не хотел здесь сейчас его приручать. Ну да ладно, вон угри плывут. Пожалуйста, засыпай. Заснул? Он, походу, заснул. Он сказал что-то типа и уснул. Где я нахожусь вообще? Куда я уплыл? Ладно, пускай спит. Мне кажется, мне вот туда. Давайте уберем, 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 уберем винтовку из рук. Мне кажется, мне куда-то вот сюда. Здесь должен быть мой базилозаврик. И мазозавр должен валяться, кстати. Столько времени прошло, что мазозавр уже скорее всего можно приручать. Но я забыл седло сделать. Я забыл с собой сделать седло. Базилозаврик на месте. Мазозаврик на месте. Все шикарно. А что там у него по оглушению? Что у тебя по оглушению? Оглушение нормально. Но я ему много продавил. Наркоты. Ну смотри. Смотрите, вообще на самом деле очень неплохо. Так голод просел тоже. Давай мы тебе что-нибудь там выложим мясо. Я думаю, что ты уже приручишься. Я думаю, что ты уже вполне себе приручишься. Тебе больше ты не нужно. А, может и не приручишься. А может быть и не приручишься. Слушайте, какие они жесткие. Вау. Даже с моими рейтами смотрите, как медленно приручается, да? То есть, возможно, еще придется ему здесь полежать. Так. Может быть я маленько и поспешил. Сложно сказать. Ромео, иди сюда. Ромео, ты зачем в нем застрял, а? Мальчик мой, ты зачем в нем застрял? Эй. Черт. Главное самому там не застрять. А, вырвался. Отлично. Стоп. Не надо в нем застревать. Стопэ. Что происходит? 91, 97. И мы с вами получаем нашего ручного мозазавра. Есть. Отлично. Отлично. Вместо потерянного плезиозавра у нас теперь будет мозазаврик. Вот это вот жесткая. Просто хищная, дикая красота. Так, слушай. Что у тебя по статистикам-то получилось? В итоге 16 900, 445 урона. Ну, я тебе скажу, не кисло. Не кисло. Это мы с тебя забираем. У нас там еще дунклеостей. Так что, знаешь, мы что сейчас с тобой сделаем? Вот ты здесь где-нибудь просто постоишь. У меня просто на тебя седла еще нету. Седло нужно скрафтить. Вау. Он быстрый. Это прикольно. Так. Стоять всем. Нет, под водой нельзя свистеть. Под водой нельзя свистеть. Так. Инвентарь мне не нужен. Поведение. Не следовать. Поведение. Так. У тебя поведение. Не следовать. Давайте возьмем с вами электричку. И сгоняем к дунклеостею. Потому что там очень много было хищников. А самое главное, вот эти долбанные угри электрические. И как раз на электричке мы сможем их забить просто без проблем. Отлично. Нашу дунклеостейчика никто не трогает. Здесь у нас с вами акула плывет. Ну и угри. Но угри нам ничего сделать не могут. Электрофорос. Электрофорес практически. Еще один 140-го. Ты посмотри на него, а? Все? Больше нет электричества? Нормально. Пойдемте на дунклеостейчика глянем. Какой же он классный. Кстати, вот в этой игрушке Fish, Fit and Grow Fish, он прям вот реально похож на дунклеостея. Там рыбка есть. Очень похожая. Ну слушайте, он просто суперская, вот эта вся броня на нем. Жизни очень мало, но жизни компенсирует броня. Так что можно будет на самом деле попытаться его вкачать в жизни как можно сильнее. И может получиться очень некислый такой у нас с вами дунклеостейчик. Что у тебя по голоду? Просело не так сильно все. Хотя, нормально, нормальная скорость, нормальная скорость. Ладно, пойдем сюда, принезем тогда мозазавра, привезем нашего Ромео и будем ждать пока у нас голод упадет до достаточного количества. Вау! Это было сегодня очень долго и эпично, и пришлось поплавать. Даже пару раз умер, но мы с вами это сделали. Плезиозаврика жалко, но ничего страшного. Это самочка была 135, мы с вами приручим что-нибудь повыше, покруче. Обидно, конечно, потому что она уже была даже немножечко раскачанная. Но мозазавры, мозазавры они лучше, мозазавры по-любому лучше, потому что они чуть более маневренные, а самое главное у них просто больше жизней. Но на самом деле, мне кажется, такого голода дунклеостейчику хватит, просто давайте заложим в него мясо и посмотрим. Мне кажется, хватит. Они очень быстро приручаются, да-да-да-да-да, реально очень быстро. Кстати, после приручения он стал 224-й, 5680, жизни, 490 урон, неплохо, но тоже нужно седло. Это, если не ошибаюсь, только на... Кстати, кстати, лудильщики. У меня ни одного лудильщика не было. Ну ладно, это уже не в этом выпуске, это может быть в выпуске с тусаткиозисом. Приручим себе еще и лудильщиков. На них, кажется, можно без седла плавать. А у нас вот такая вот хищная зверюга появилась. Ох! Ты тихо-тихо-тихо, пасть не разевай. У нас с вами появляется вот такая хищная зверюга, раз. И вот это хищная зверюга, два. Ну вот это просто, это просто дикий хищник. Это что такое? А, ты за мной следуешь? Ты меня напугал сейчас прям-то у сранчика, честно. Я такой, что, 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 кто? Просто меня уже один раз так-то с отелой себя соубивали. Но не сегодня это было, это было с плезиозаврами. Хо-хоу, как так вышло, я не понял. Но где-то мы потеряли мозазаврика по дороге. Может он на кого-то сагрился просто-напросто. Очень непонятно, потому что всю дорогу он следовал за нами. Дальше мы вот где-то здесь немножечко заплутали. Потом нашли дорогу обратно. Я сделал седло на Дунтеастее, плывем на нем. Кстати, очков навыков шесть. А жизни так не кисто прибавляются. Жизни очень неплохо, кстати, прибавляются. Нормально. Я думал, что будет все гораздо хуже. Но где мой мозазавр? Я уже сделал на него седло, я решил не делать платформу, потому что так, ну, смысл. Зачем мне на него платформа? Сейчас просто, сейчас мне она на самом деле не нужна. Если нужна, будет... Если понадобится, то скрафчу. Пока что и так нормально. Второй момент, его нужно найти. Зря я, конечно, на Дунтеастее поплыл. В нем все хорошо, но он в этой братии был. Вот как раз он был самый-самый медленный. Привет, Скатик. Ты на меня напасть, что ли, хочешь? Не понимаю, ну-ка. Точно, ты посмотри на него. Эх, ну мы, честно говоря, жутко неповоротливые. То есть фишка Дунтеастее, это исключительно броня. Но вот прокачать его будет довольно-таки проблематично. Ну, наконец-то я ее загряз, господи. Какая же вредная манта. Все время вбок. Целится. В этом плане, наверное, лучше будет на Мегалодонах его качать. Давай-ка мы тебя вынослишь, что ли, поднимем. Ну, хотя бы повышается на большое количество, и то радует. Нет, вообще он, конечно, сильный. Он крепкий. У него много жизней. То есть это такой, знаете, танк. Самый настоящий танк. Но он очень медленный. Ой, это кошмар какой-то. Какой же ты медленный. Справа. Ты откуда взялся, дружище? Ты откуда прискакал? Я уже думал, что это какой-то агрессивный мазазавр ко мне несется. Скорость передвижения повышается только по одной единице. Да, это проблема. На, держи тебе седло. У тебя уже пять очков навыков. Вау! По полтора косаря каждое очко дает. Так, ладно, поплыни со мной. Мы сейчас с тобой дуклеостейчика поставим к базе. Потому что, ну, не знаю я даже, где я на нем качаться буду. Наверное, где-нибудь на отмеле. Вот туда к себе заплыву в отмеле. Там буду грызть всяких крабов. Точно? Я буду не крабов грызть, а этих, как его, рака скорпионов. Я забыл, как они называются. Неожиданно. Неожиданно для себя. Я забыл, как они называются. Тут что-то у меня очень опять непонятное случилось с погодой. Видимо, это, видимо, просто туман. Но почему-то он весь какой-то желтый. Давайте снимем очки, наверное, с головы. Почему-то он какой-то желтый весь, да? Похоже, так даже немножко на песчаную бурю. Очень-очень странно. Мы с вами в этом выпуске приручили отличного мозазавра, отличного дунклеостея 150 уровня. Потеряли, конечно, презиозаврика. Это очень-очень обидно. Но ничего, мы приручим себе нового. Зато у нас теперь есть действительно очень классная зверюга, при помощи которой мы с вами сможем приручить тусатеусиса. Извините, ребят, у меня сейчас нет времени, чтобы выбирать имена для всех животных из комментариев, потому что реально сейчас нужно уехать. А это занимает, как правило, от полутора до двух часов выбрать все имена. Так что если я сейчас буду этим заниматься, то выпуска не будет сегодня. Так что давайте в следующем выпуске сразу дадим и морским животным, и гигантозаврам всем дадим имена. Но заодно сразу очень много ваших комментариев попадет в выпуск. А на этом все, друзья. Надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья. Пока. Надеюсь, увижу вас в следующем выпуске.